Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Чиплеты. Набор чипов на одной подложке, которые вместе выполняют роль процессора. Сейчас эта технология у всех на слуху, AMD выпускает уже третье поколение Ryzen на чиплетных архитектурах Zen, а Intel планирует заглянуть на вечеринку в своих следующих кор. Но почему вдруг чипмейкеры так заинтересовались чиплетами? Насколько это новая технология? И какие подводные камни ждут пользователей чиплетов в будущем? На связи МК. Сегодня говорим про следующий шаг в истории процессоров. Поехали. Давайте начнем с того, в чем основные отличия привычных нам процессоров от чиплетных. В обычных CPU абсолютно все блоки, такие как вычислительные ядра, кэши и различные контроллеры, находятся в одном кремниевом кристалле. В случае с чиплетами все элементы разносятся по отдельным кристаллам. Например, в 3000-х Ryzen и новей под процессорной крышкой может быть один или два кристалла с ядрами, а также дополнительный кристалл ввода-вывода, в котором находятся контроллеры PCI-Express, ОЗУ, а с 7000-й серией еще и интегрированная графика. Но зачем так все усложнять производителям? Ведь очевидно, разработать несколько кристаллов, продумать их питание и шины для передачи данных – задача не из легких. Почему бы не продолжить разрабатывать монолитные кристаллы, как это делала Intel до последнего времени? Ответ тут едва ли кого-то удивит. На дальней дистанции чиплеты оказываются банально выгодней. Причин тут несколько. И основная – с каждым новым техпроцессом кремниевые пластины, которые включают тысячи готовых кристаллов, становятся все дороже. Так, например, текущие 300-мм вафли, изготовленные по 5-нанометровому техпроцессу TSMC, обходятся производителям процессоров в 13 тысяч долларов за штуку. Следующая ступень – 3 нанометра – поднимает цену уже до 20 тысяч долларов, а для 2-нанометровых пластин прогнозируют уже 25 тысяч баксов. Очевидно, на фоне такого резкого роста цен чипмейкеры хотят сэкономить, и чиплеты позволяют им это сделать. Во-первых, далеко не все элементы внутри чипа требуют самого новейшего техпроцесса. В случае с ядрами выбора нет. Чем тоньше, тем лучше. Иначе будут горячие чипы с не самыми высокими частотами. Но взять, например, контроллер ОЗУ или PCI-Express, им дорогущие 3-нанометровые техпроцессы TSMC совершенно не нужны. Поэтому можно сэкономить и создать отдельный чип. Что и сделала AMD. Например, если процессорные кристаллы Ryzen 7000 основаны на новом 5-нанометровом техпроцессе, то вот чип ввода-вывода на более дешевых 6 нанометрах. Это, в свою очередь, позволяет использовать различных поставщиков для каждого из узлов процессора. Например, по слухам, в будущих Intel Meteor Lake графическую плитку-чиплет будет создавать TSMC. Вторая выгода чиплетов – они меньше монолитных процессоров, а значит, ниже шанс брака. Все дело в том, что каким бы развитым и чистым не было производство чипов, все равно на пластине встречаются бракованные кристаллы, которые не удовлетворяют требованиям. Например, не работает ядро. Или кэш. Или интегрированная графика. В случае с монолитными процессорами, если брак не критичен, его урезают и продают чип уже не как условный i9, а как, например, i7. Подробнее об этом мы рассказывали вам в ролике про бининг. Обязательно посмотрите. Но вот если повреждения чипа серьезные, он весь идет в мусор. Поэтому производить мелкие чипы гораздо выгодней, так как бракованные места на вафле расположены равномерно, шанс фатального повреждения у небольших кристаллов меньше. А значит, выход годных чипов выше, что и снижает итоговую себестоимость каждого. Третий плюс за чиплетами вполне очевиден. Максимальная масштабируемость. AMD, имея стандартный восьмиядерный кристалл, легко может получить в настольных процессорах любое количество ядер от 4 до 16, играясь как с отключением отдельных ядер, так и с исключением из уравнения одного из таких кристаллов. Intel с Elder Lake пришлось разработать два совершенно разных монолитных кристалла. Для процессоров базового и среднего уровней с числом ядер до 6 больших. И отдельный чип для топов, где потолок уже 8 больших и 8 малых ядер. Особенно это важно в серверном сегменте, где AMD может легко и непринужденно раскидать по текстолиту аж 12 кристаллов по 8 ядер, получив в сумме 96 за недорого. Intel вынуждена делать два разных кристалла, с MCC и XCC, с числом ядер до 32 и от 32, и разумеется огромной себестоимостью, что печально влияет на итоговый прайс. Ну и под конец минутка геометрии. Кремниевые пластины круглые, а вот чипы прямоугольные. Поэтому какая-то часть драгоценной пластины гарантированно идет в мусор. И разумеется, производители процессоров хотят эту долю уменьшить. И чиплеты здесь снова помогают сэкономить. Чем меньше кристалл в сравнении с пластиной, тем меньше будет зона пустой породы. А значит снова видна выгода в сравнении с большими монолитными чипами. Но раз чиплеты им настолько выгодны, почему их не использовали раньше? Использовали, но лишь в тех случаях, когда их плюсы перевешивали сложности в компоновке и отладке многокристальных CPU. Отличный пример Pentium 2 из 95 года. Да, вот такой сюрприз. Intel начала использовать чиплеты еще тогда, когда AMD ходила под стол к синим и клепала клонов. Слотовые и вторые пеньки выглядели тогда как видеокарты и имели аж три кристалла на плате. Основной процессорной с вычислительными блоками, контроллерами и кэшем первого уровня Intel производила самостоятельно. А вот микросхемы кэша второго уровня компания закупала на стороне. В середине 90-х еще не было дешевой возможности поместить их в один кристалл с ядрами. В дальнейшем Intel вспомнила про чиплеты уже во второй середине нулевых. Легендарные четырехъядерные процессоры Core 2 Quad на самом деле под крышкой имеют два кристалла от двухъядерных Core 2 Duo. Подход тогда действительно имел смысл. Архитектура Core была прорывной и достаточно холодной, что позволяло с минимальными затратами на разработку удвое число ядер на подложке. Как видите, AMD тут не была первая. Просто сейчас эта компания быстрее неповоротливого синего техногиганта перестроилась на чиплеты, которым Intel вновь вернется уже в следующем году. Но все еще старичок Intel – компания, которая долго запрягает, но быстро едет. И Elder Lake с разнородными ядрами тому отличное доказательство. Вернуться на рынок чиплетов Intel планирует триумфально, и с гораздо более прогрессивным подходом, чем сейчас использует AMD. Последняя просто накидала на текстолит полностью отдельные кристаллы, которые пришлось соединять с шиной Infinity Fabric. Чипы физически далеко друг от друга, отчего выросли межкристальные задержки и время доступа к ОЗУ, что пришлось нивелировать большим объемом кэша третьего уровня, который все так сильно полюбили. Intel решила пойти более сложным, но технологически продвинутым путем. Использовать дополнительную подложку Interposer. Фактически, это еще один кремниевый чип, к которому крепятся сверху все плитки чиплеты. В нем проходят и шины данных, и питание, и уже Interposer непосредственно контактирует с текстолитом. Плюсов сразу два. Во-первых, все чиплеты физически ближе друг к другу, отчего снимается вопрос с задержками. Во-вторых, использование кремниевого чипа-подложки позволяет точнее рулить напряжением и передачей данных, тем самым сократив энергопотребление. Конструкция Intel оказывается гибче и по количеству плиток, которых в Meter Lake может быть до четырех видов. Основные это плитки с вычислительными ядрами и кэшем первого и второго уровня. Отдельно может быть плитка с интегрированной графикой. Еще одна с кэшем третьего уровня и шиной PCI-Express. И, наконец, плитка с контроллером памяти и другими шинами I.O. Это позволяет упростить и удешевить производство младших процессоров. Например, сейчас решения с индексом F идут с отключенной интегрированной графикой. Но физически в кристалле она есть. Теперь же можно просто не включать такую плитку в состав F-процессоров. Получается подход Intel лучше. Возможно, но точно не дешевле. Да, Interposer гораздо технологичнее, но создавать двухслойный бутерброд, очевидно, дороже, чем просто раскидывать кристаллы по текстолиту, как это делает AMD. В любом случае, стоит дождаться тестов Meter Lake, тогда и станет понятно, имеет ли смысл переплачивать за более дорогой подход Intel. Сложно не заметить легендарную кредитную карту Альфа-банка с новыми преимуществами. Теперь с кэшбэком за все покупки и бесплатным снятием наличных. Хорошо, мы уже поняли, что за чиплетами будущее. Но неужели у них нет подводных камней, которые всплывут потом? Увы, уже есть. Современные Ryzen имеют по 8 мощных и горячих ядер в крохотном кристалле размером с ноготь. Отвести от них сотню ватт тепла – задача далеко не тривиальная. Раньше она решалась в том числе тем, что ядра были включены в один большой кристалл, остальные элементы которого греются слабо. Но сейчас вся холодная логика вынесена в отдельный чип. Как итог, температуры выше 90 градусов по ядрам для современных Ryzen оказываются уже нормой. И проблема именно в передаче тепла от маленького кристалла на теплораспределительную крышку. И проблема с нагревом не единственная. Взгляните на габариты текущих серверных Epic Genua. Этот камушек размером с ладонь. Ведь внутри него аж 12 ядерных чиплетов и еще один с различными контроллерами. Про будущий Intel LGA7529 страшно говорить. Представьте, в этом сокете легко поместятся аж 6 современных Ryzen на AM5. Причины роста размеров вполне очевидны. Монолитный кристалл сложно сделать по площади больше 100 квадратных миллиметров. Будет слишком большой прирост брака. А вот мелких чиплетов можно налепить на текстолит буквально сколько угодно. И в процессе ядерной гонки AMD и Intel вполне возможно, что через лет 10 махины из серверного сегмента придут в десктопы. И никого не будут удивлять процессоры размером с ладонь, имеющий внутри десяток другой чиплетов. А это, в свою очередь, приведет к проблемам крепления таких монстров в сокет. Погнутые ножки станут нормой. Будут сложности и с охлаждением. Очень непросто создать идеально ровную поверхность на крышке и подошве кулера. На таких размерах. Но все эти проблемы далекого будущего. А нам остается ответить на последний вопрос. Почему чиплеты слабо используются в GPU видеокарт? Те же RTX 4000 или многострадальный ARC имеют монолитный кристалл и отдельные чипы памяти. И даже красные RX 7000 хоть и используют чиплеты, но все равно со звездочкой. Дело в том, что у чиплетов в GPU есть серьезные проблемы с надежностью. Ну и с габаритами. Многие помнят серию видеокарт AMD Fiji R9 и Vega, у которых на одной подложке находился как кристалл GPU, так и стеки с HBM памятью. Такой подход тогда был действительно инновационным и позволял здорово сократить размеры плат. Просто вспомните кроху Radeon R9 Nano, которая при своих очень компактных габаритах с одним вентилятором догоняла топовую GTX 980. Но проблемы вылезли достаточно быстро. Во-первых, это надежность. При выходе из строя любого элемента комбайна, будь то кристалл памяти или GPU, он полностью шел под замену. Именно поэтому живые Vega 56 или 64 сейчас большая редкость. А найти чип-донор вообще нереально. Очевидно, у обычных видеокарт таких проблем нет. При выходе из строя одного чипа памяти, его легко и дешево можно заменить. Во-вторых, сложности с охлаждением. Так как теплораспределительной крышки нет, высоты всех кристаллов должны быть одинаковыми. В противном случае более низкие будут охлаждаться хуже. Ну и под конец высокая стоимость. Та же Vega 7 на старте стоила 700 баксов. В играх в среднем она чутка медленнее RTX 2080 с такой же ценой, но плюшками в виде трассировки и DLSS. Так что упрекнуть Intel и NVIDIA за решение использовать монолитные GPU и отдельные чипы памяти нельзя. Тут и AMD поумерила аппетиты, больше никакой HBM памяти рядом с кристаллом GPU. Компания вновь использует обычную, далекую GDDR, но полностью от идеи чиплетов красные все равно не отказались, решив в линейке RX-7000 идти другим путем, разбивая на части уже GPU. Так, например, топовый чип Navi 31 имеет один большой кристалл с вычислительными блоками и кэшем L2, а рядом с ним шесть небольших чипов с L3 и контроллерами памяти. Такой подход оказался вполне рабочим, топовые карты Radeon 7000 стоят дешевле аналогов RTX 4000 с такой же производительностью. И с учетом того, что количество транзисторов в GPU растет очень быстро, а размеры их кристаллов близки к логичному пределу выгодного производства. Вполне возможно, что в ARC 2 и RTX 5000 мы тоже увидим чиплеты в том или ином виде. Что в итоге? Правило «разделяй, властвуй» пришло в кремниевый мир. Становится ясно, что за чиплетами будущее полупроводников. Конечно, новые технологии приносят и новые проблемы, которых не было в монолитных кристаллах, но все еще плюсов за чиплетами явно больше. Так что могу вас поздравить. Мы живем в историческую эпоху, на пороге, пожалуй, из самого важного скачка в развитии полупроводников за последние лет 20. Вот так вот. Эпично я закончил. Друзья мои, если мы долго не выходим в эфир, это не значит, что мы отдыхаем, хотя сейчас лето. Нет, мы работаем, мы готовим какой-то сложный материал, поэтому нам нужно больше времени. Но вы всегда можете читать самые интересные и самое главное короткие IT-новости в нашем телеграм-канале. В комментариях явно есть люди, которые подтвердят, что мы там публикуем прям годноту. Ссылочка в описании. Вот там вот в описании. Ну и там же лайки, подписки, если вы хотите получать такой контент на постоянной основе. На связи был МК. Не буду вас задерживать. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.